Экологическая катастрофа или жизненная необходимость? В Красноярске продолжают обсуждать строительство полигона промышленных отходов. Напомню, он может появиться в Емельяновском районе, в 10 километрах от микрорайона Солнечный и в 4-х от деревни Старцево. О тревожных настроениях местных жителей, уверенности инвесторов и мнении властей расскажет Виктор Бородин. Что вы хотели? Задать вопросы? Да. Строительство полигона промышленных отходов обсуждают уже не первый месяц. Однако выбранный способ не устраивает местных жителей. Из-за пандемии администрация Емельяновского района проводит общественные слушания в онлайн-формате. Люди изучают документацию. Она есть на официальном сайте района. Замечания направляют на электронную почту районной администрации. Большинство жителей просит одного – дождаться снятия ограничений и провести открытые публичные слушания. Понимаете, регламентные сроки нарушать нельзя. Обращение заявлено. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены проводить в таком виде пока. Я думаю, мы будем рассматривать с учетом мнения граждан и открывать еще и третий этап обсуждений. Потому что достаточно количество замечаний, требующих более детального обсуждения. Чтобы услышать мнения людей, нужно их проинформировать. Формально администрация выполнила требования. Сообщение о проведении обсуждений разместило на собственном сайте в районной, краевой и федеральных газетах. Только печатные издания и сайт администрации оказываются не самыми эффективными способами донести информацию до населения. Например, в селе Шуваево, что в 9 километрах от планируемого полигона, большинство из тех, с кем мы поговорили, ничего не слышали ни о публичных слушаниях, ни о возможной стройке. История с ферросплавным заводом еще жива в памяти людей. Его хотели построить недалеко от места, где планируют и нынешний полигон. Однако тогда активный протест жителей не позволил сбыться бизнес-планом. Сейчас мусорные хотят свалку эту устроить, всероссийскую или всемирную, не знаю, откуда мусор будут везти. Почему так слышал, что Томская, да, какая-то компания, почему именно к нам они возле себя хотят сделать? Это у меня крайне вообще, конечно, против. Инвестор действительно из Томска. Это акционерное общество «Полигон». Компания занимается утилизацией и хранением отходов с 1 по 5 класса опасности. У них уже есть аналогичный полигон неподалеку от Томска. Землю в Емельяновском районе арендовали в апреле 2019 года. Наговор с местной администрацией заключили на 9 лет. Не готовы вложить в строительство 100 миллионов рублей. У меня на полигоне были и Гринпис, и Невка, и министр природных ресурсов, и экс-министр Донской в прошлом году. У меня постоянно студенты на практике бывают, общественники, всякие там, народный фронт и так далее. То есть у меня открытый объект. Я его всем показываю, говорю, вот так должен эксплуатироваться объект. За хранение отходов. Проектированием полигона занимается компания ТСИС. К слову, она же подрядчик Красноярского метро. Там нам пояснили, отходы 2-го и 3-го класса опасности будут утилизировать. К ним относятся, например, соляная и серная кислота, мышьяк и аккумуляторы. Отходы 4-го класса опасности будут захоранивать. Среди них строительный мусор, отходы асфальта и битума. Проектировщики и инвесторы уверяют, с точки зрения экологии, все будет максимально безопасно. Я считаю, что обращение с отходами должно быть цивилизованным. Там будет установлено, во-первых, оборудование по переработке батареек, которые сегодня у вас гниют в земле. Планируется установка оборудования по сверх критическому водному окислению. Такое оборудование стоит в Томске, а кроме того, еще в трех странах мира. Однако жители ближайших поселков и экологи-общественники говорят, документов по строительству, которые выложены на сайт районной администрации, явно недостаточно. Сведения о воздействии на окружающую среду неполные. Карта рассеивания вредных веществ на населенные пункты нет. Какие конкретно будут применены технологии, тоже непонятно. Есть реестр всех разделов, а доступны только, ну, в каком виде будет у нас, к примеру, какие стены будут использоваться, какой краской будет покрашено, как будет электричество поднимено. Скрывают ровно ту часть материалов, где и описывается, какие отходы будут поступать на обезвреживание и захоронение. И сама технология, как будет обезвреживаться. Красноярский край вырабатывает почти 400 тысяч тонн промышленных отходов в год. Кроме того, собственные площадки по утилизации есть почти у всех крупных предприятий края. Там обеззараживают почти 70 тысяч тонн в год. Остальные отходы свозят на полигон серебристый. Там в основном работают с первым и вторым классом опасности. Полигон в Емельяново, согласно проекту, может принять до 10 тысяч тонн в год. Несложный подсчет позволяет сделать вывод, что полигон кардинально не решит проблему с переработкой и утилизацией промышленных отходов. Хотя частично может разгрузить имеющиеся площадки. У медали две стороны. Первое, конечно, потребность в утилизации этих вредных отходов объективно имеет место быть в настоящее время. И мы должны дальше все равно развиваться, чтобы это было все максимально безопасно и комфортно. Насколько все будет сделано безопасно и комфортно, зависит в том числе и от открытости обсуждений строительства на стадии проекта. Настроения инвесторов и проектировщиков понятны. Для них полигон – это бизнес. Шумные затянутые слушания им ни к чему. А вот настроения руководителей Емельяновской администрации вызывают вопросы. В отличие от инвесторов, им здесь жить. И люди ждут от них не слепого следования некоему регламенту, а полная информация о полигоне и открытых слушаний. Виктор Бородин, Илья Сенькевич, 7 канал.